Я знаю, что мы 18 или 19 апреля переехали, а вот код забыла я. Галина Петровна в своей квартире в Северном микрорайоне живёт уже около 40 лет. Говорит, за это время в доме газовые трубы ни разу никто не ремонтировал. Узнав, что ей за это придётся отдать тысячу рублей, расстроилась. Но безопасность прежде всего. Ну, а что делать? Если будут ремонтировать, и будет, чтобы не опасно. Придётся уплатить, сынки. Придётся. Ну, так накладно от пенсионеров. Ну, а что сделаешь? Надо, значит, надо. Потому что это же опасный газ. Это же ничего не будет, а газ. Как показывают по телевизору, он взрывается. Иначе как страшно. Заложниками ситуации стали жители ещё девяти домов. Там также долго ничего не ремонтировалось. В документах такая обязанность попросту ни за кем не была закреплена. В дело вмешалась прокуратура. Поскольку договором это не было предусмотрено, в интересах неопределённого круга лиц прокурор обратился в суд с иском об обязании включить эти условия в договор обслуживания. В течение 10 месяцев с момента вступления решения в законную силу Красноярск Крайгаз и управляющая компания «Жилищный сектор» обязаны включить в договор эти условия. Денег на диагностику и ремонт у жилищников нет. Ведь все платежи за газоснабжение они перенаправляют в Красноярский Крайгаз. Поэтому все расходы, по мнению управляющей компании, должны лечь на плечи жильцов дома. Диагностика должна проводиться в течение каждых пяти лет. То есть в течение каждых пяти лет мы обязаны будем выложить за все дома с газом за диагностику порядка 1 миллиона рублей. Почему статьи расходов на ремонт газового оборудования не оказалось в договорах – вопрос открытый. Но в таком же трудном положении сейчас находятся жители домов ещё нескольких управляющих компаний «Канска». Решение по ним суд вынес ещё в прошлом году. По словам жилищников, за диагностику газового оборудования каждой семье в среднем придётся заплатить по 1 тысяче рублей. Леонид Юрков и Вячеслав Морозов. Новости.